Молдаванка 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 Партизанский Молдаванский Собираем мы обряд Вечера на партизаны Дом покинули родной Ждет тебя дорога Партизанам блеск устой Раскудрябый Крюн зеленый Втрезной Улюбленный И смущен предо мной Крюн зеленый Да клюн кудрябый Да раскудрябый Раскудрябый Разкудрябый Товы дозвали Раскудрябый Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Акция «Бессмертный полк» завоевала большую популярность в народе. Она стала своеобразным символом праздничных торжеств, посвященных Дню Победы. Можно быть уверенным, 9 мая практически по всей стране на улице выйдут колонны добровольцев с портретами своих родственников-фронтовиков. Только в прошлом году акция «Бессмертный полк» прошла в 72 странах мира. Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в городе Томск. Его инициаторами выступила группа журналистов «Медиагруппы» Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Мы решили связаться с одним из организаторов и узнать, как проходила первая акция. Внимание на экран. Откровенно говоря, идея появилась не у меня, а у моего товарища, который в 2011 году предложил нам собрать потомков ветеранов войны, начиная с себя, с портретами тех солдат, которые в каждой семье, разумеется, есть. Ну и не только солдат, потому что «Бессмертный полк» — это история семейная, история поколения. Вот сейчас, к примеру говоря, на нашем сайте мойполк.ру мы размещаем материалы о женщинах. То есть в каждой семье воевал дед или прадед, но была бабушка, прабабушка, которая его ждала. И вот эта женская история семейная для нас не менее важна, и она тоже «Бессмертный полк». Ну вот, а тогда в 2011 году, еще раз это было предложение Игоря Дмитриева, он сегодня живет в Санкт-Петербурге, это человек, который год спустя, собственно, и имя придумал тому, что произошло, что случилось, назвав вот это собрание потомков «Бессмертным полком». А год спустя, в 2012-м, я, Сергей Колотовкин, второй наш товарищ Игорь Дмитриев, мы работали с журналистами в Томской медиагруппе, решили, что вот надо попробовать вот эту идею Игоря сделать событием в нашем городе, в Томске. Мы рассказали людям, собственно, о чем мы думали в тот момент, о том, что 9 мая – это в первую очередь праздник конкретного человека, в каждой семье такой человек есть, и будет справедливо, если именно он станет главным героем этого дня. А не чиновники, не партии, не вот какие-то корпоративные колонны ходили, носили и так далее, разные там флаги. Вот это все не очень похоже было на то 9 мая, каким мы его помнили вот в нашем детстве. Да, это в первую очередь были фронтовики, которых по понятным причинам к тому моменту уже почти не оставалось, сейчас, к сожалению, остались единицы, но попробовать вернуть человека этому дню, возможно, вот так, через прямую память потомков. Ну, собственно, мы обратились к людям, к нашим землякам, и вот в первый год 6 тысяч томичей вышли на улицы города 9 мая с портретами своих предков. Посмотрев на то, что происходило с людьми в колонне бессмертного полка, это была удивительная история, когда люди в обычное время жизни своей, они, наверное, не были бы не то что большими друзьями, но даже хорошими знакомыми у всех, там разные религии, разные доходы, разные политические партии и убеждения, но вот здесь они были вместе. И как бы это было для них достаточно таким нормальным, естественным, комфортным состоянием, потому что был такой общий знаменатель, вот общая память. Нам показалось, что, в принципе, вот в наше время, когда люди очень серьезно расколоты по разным поводам, было бы хорошо, если бы все-таки люди между собой хотя бы иногда разговаривали, невзирая на все эти различия. Вот бессмертный полк нам показался хорошей историей, где люди соединялись вместе. И в Томске это получилось, и было понятно, что для людей в других городах это наверняка тоже история близкая и важная, потому что, ну и в каждой семье есть человек, который прошел через войну, вообще поколение 40-х годов, да, и как бы мы с вами разговаривали, если бы его не было. В декабре 2012 года желание провести у себя акцию «Бессмертный полк» выразило 15 городов. Это Тула, Урюпинска, Луга, Барнаул, Курган среди желающих, также был и город Волгоград. И сегодня у нас в студии куратор региональной акции «Бессмертный полк» Наталья Бурцева. Наталья, расскажите, вот 2013 год, скоро 9 мая, скоро акция, первая акция «Бессмертный полк» в нашем городе. Поделитесь своими впечатлениями, как проходила подготовка, сколько она проходила. После того, как Томская медиагруппа провела достаточно успешно в своем городе «Бессмертный полк», они предложили нам поддержать эту инициативу и провести эту же акцию в Волгограде. Мы, естественно, согласились и стали вести подготовку. Естественно, что на начальном этапе мы просто на словах объясняли фирмам-изготовителям, как должны выглядеть эти портреты. То есть все это было буквально на словах, на пальцах, на руках. Но, тем не менее, в Волгоградцы очень активно откликнулись на эту акцию, и в первый год в акции приняло участие около 700 человек. На следующий год в акции приняло участие уже около полутора тысяч человек. И таким образом каждый год в акции принимают все больше и больше участников. По данным полиции, в прошлом, в 2017 году, в акции приняло более 48 тысяч человек. Как в первый год люди узнавали об акции? Так как ординатором акции «Бессмертный полк» в Волгограде является наша медиагруппа, то мы, конечно, использовали свои медиаресурсы, свои радиостанции, свои печатные издания. И поэтому у нас с этим сложностей не было. То есть мы своими ресурсами. А уже со следующего года стали подключаться очень много других СМИ. После того, как уже акция сложилась и, так скажем, уже стала традицией, то уже стало намного проще вносить до волгоградцев информацию о «Бессмертном полке». А первый маршрут акции «Бессмертный полк» в Волгограде, он был такой же, какой мы помним в прошлом году маршрут? Нет, первый маршрут акции у нас был значительно короче. Мы согласовали движение от подножия Маваева кургана к вершине и не проходили через пантеон «Славы», а просто у нас было завершение возле могилы Чуйкова. На следующий год уже было прохождение через пантеон «Славы». А уже последние два года маршрут движения стал несколько длиннее. Маршрут движения стал от дома Павлова со стороны площади Ленина. Далее колонна двигается по проспекту Ленина к подножию Мамаева кургана и происходит восхождение к вершине. В этом году, в принципе, маршрут акции будет именно таким же от дома Павлова. Чтобы стать участником, то нужно где-то предварительно регистрироваться? Никакой предварительной регистрации не требуется. Приглашаются все желающие. Любой человек может взять в строй «Бессмертного полка». Всего лишь для этого нужно взять портрет своего родственника-героя. В прошлом году приняло участие 48 тысяч человек, как Вы сказали. Были ли какие-нибудь сложности при организации? Ведь это достаточно большое количество. Так как нам очень сильно в этом вопросе помогают волонтеры, то, наверное, по поводу координации, каким образом они координируют расстановку людей, объединение их в различные так называемые коробки. То есть, наверное, уже расскажут наши волонтеры. У нас сегодня в гостях Елена Авдеева. Это координатор волонтерского корпуса во время акции «Бессмертный полк». Елена, расскажите, с какого года Вы присоединились к акции? И какое количество волонтеров, как Вы ведете подготовку? Мы участвуем в акции уже третий год. С юбилейного 2015 года волонтеры Победы в строю и помогают организовывать всероссийскую акцию «Бессмертный полк». В этом году мы планируем привлечь к этой акции 250 волонтеров. И, конечно же, мы их обучаем, выдаем им форму. И 9 мая в их функции будут как раз-таки входить формирование колонны и разведение потоков людей на Мамаевом кургане, так как это очень важно. А сколько желающих волонтеров? Есть ли какой-нибудь конкурсный отбор? Возможно, количество желающих превышает то количество, которое необходимо? Конечно, участие в «Бессмертном полку» – это всегда очень популярное мероприятие у наших волонтеров. Поэтому мы организуем конкурсный отбор и отбираем лучших, так как это ключевые мероприятия года. И поэтому у нас существует конкурс, и мы беседуем с волонтерами и отбираем самых достойных. По времени сколько длится подготовка? Мы работаем сначала весны, сначала отбираем волонтеров, и затем в течение месяца обучаем ключевым функциям. То есть можно сказать, что в этом году подготовка уже началась? Да, конечно. А какие занятия проходят с волонтерами? И какие функции? То есть, наверное, они распределяются по разным функционалам. Кто-то стоит вдоль палка, кто-то идет с ветеранами. Какие еще функции бывают у волонтеров? Да, конечно. Мы обучаем в первую очередь команду образованию, потому что команда – это очень важно на мероприятиях такого уровня и такого масштаба. Мы обучаем их ключевым функциям – это работа с людьми, работа с ветеранами, с разными возрастными группами, решение конфликтных ситуаций, навигация по всему маршруту. И, конечно, это живая цепь, поддержание порядка в процессе шествия бессмертного полка. Так, теперь переключимся на Аню Наняна. Аня, ты в прошлом году была волонтером, как раз во время акции «Бессмертный полк». Расскажи, что входило в твои обязанности и почему ты решила стать волонтером? Я волонтер студенческого волонтерского объединения «Прорыв» на базе Волгоградского государственного университета. Да, на самом деле 9 мая для меня с самого детства у меня родители научили уважать этот праздник, гордиться этим праздником. И, наверное, это самое главное, когда прививают с самого детства любовь именно к 9 маю. Потому что я считаю, что это гордость нашего народа, гордость, что в то время наши предки смогли победить, смогли объединиться и смогли принести в дар свою жизнь ради нас. И, конечно же, когда я поступила в университет, узнала, что есть волонтерский центр «Прорыв». И когда узнала о том, что идет набор на «Бессмертный полк», на участие «Бессмертного полка», я, конечно же, не задумываясь, отправила заявку. После того проходила беседа в волонтерском центре, и уже когда мы начали подготовку, это на самом деле праздник, когда начинаешь готовиться, уже тогда чувствуешь всю ответственность. Кажется, что тут такого, просто помогать ветеранам, просто координировать движение. Но на деле то чувство гордости, которое внутри ты испытываешь, оно просто непереодаваемое. Поэтому в наши обязанности входила координация движения самих людей-участников, помощь ветеранам. То есть каждый участник волонтерского центра стоял на своей позиции, и у него была своя должностная обязанность, так можно сказать. А сколько по времени вы стояли? Сбор, наверное, был где-то в 7 часов утра уже, и мы стояли до конца шествия. А ребята, которые стояли на начальных точках, они могли бы по мере того, как колонна уже продвигалась через их места, уже вместе с ними идти? Да, волонтеры также двигались вместе с самим шествием с полком. Анил Нанян у нас сегодня не единственный волонтер в студии, сейчас я хочу поговорить с молодыми ребятами. Расскажите, что вас подвигло стать волонтером, чем вы занимались? К акции «Всенародное шествие Бессмертной полки» я присоединился в 2017 году, к волонтерам Победы я присоединился в 2016. И мне очень повезло, в 2017 году я поехал послом Победы в город Герой Москву, где стал соорганизатором центральных событий 9 мая в 2017 году. И вот именно в Москве ты можешь увидеть тот потенциал акции и ее значимость, потому что огромное количество людей выходило в этот день просто так. Их двигало чувство памяти и чувство гордости к тем участникам событий. Не было никакого вот так называемого административного ресурса, когда людей сгоняли. Они сами выходили, потому что они чувствовали сопричастность к тем событиям и к памяти своих предков. И эта огромная толпа живых людей, которые помнят о тех, кто ушел когда-то, она вызвала непередаваемые эмоции. И в этом году очень ждем эту акцию именно в нашем городе и будем работать, как повезет, еще распределения функционального не было, куда поставят, там отработаем. И, конечно же, самая главная мысль, которая объединяет всех этих людей, ее произнес однажды кто-то из великих. Пока мы живем в сердцах тех, кто жив, мы остаемся живыми вечно. В акции «Бессмертный полк в Москве» приняли участие не только волонтеры, но и обычные участники акции. Хочу передать слово Евгении Ноздриной, Женя. Расскажи, когда ты ездила в Москву, как прошла акция «Бессмертный полк» там? Здравствуйте. Да, я принимала участие именно в Москве, в акции «Бессмертный полк». Я считаю, что 9 мая, День Победы, это действительно праздник со слезами на глазах. И каждый относится с огромным трепетом, с огромным чувством гордости к этому празднику, потому что в каждой семье есть те, кто воевали. И, конечно же, моя семья не исключение. Мой дед был участником парада, военного парада 45-го года в Москве. Поэтому я считала, что, в тот момент посчитала, что должна отдать дань памяти своему деду, и он должен прочувствовать еще раз вот ту атмосферу парада Победы. И, действительно, это всенародная акция, которая объединяет людей. В этот день, действительно, мы чувствуем, что мы едины. Я понимаю, что в этот день народ русский, он един. И хотел бы сказать, что принимайте участие в данной акции, поскольку таким именно поступком мы оживляем память. И также отдаем память нашим прадедам и дедам. Теперь я хочу перейти непосредственно к волгоградским участникам. Василий, тебе слово. Мы вот с сыном сегодня пришли с портретом моего дедушки, прадедушки Тимура. Это Сточков Иннокентий Михайлович, человек, который из далекой якутской деревни попал добровольцем на фронт, воевал здесь, на московском направлении, защищал Москву. Соответственно, вернулся живой, с войны вернулся живой. И ездил на все парады в Москву по окончанию войны, вплоть до начала 90-х годов. Ездил, пока позволяло здоровье, позволяли возможности. И для него это было очень важно. Я хорошо его помню, я очень хорошо с ним общался. И очень любил дедушку. Вот эти все чувства и плюс какие-то моменты, что, может быть, я же все-таки был молод, не все сказал ему, не все вопросы задал. И хотелось, чтобы почувствовать с ним какое-то единение тоже. И таким образом, пройдя в бессмертном полку, выразить свое уважение этому человеку и всем тем, кто делал это в те страшные годы. В прошлом году мы только попали на эту акцию вместе с моей супругой. Распечатали также портреты ее дедушки. Проходили, когда по маршруту Волгоградскому. Вот это да, как уже говорили, чувство единения, оно какое-то нереальное, неописуемое абсолютно. До момента включения в ряды, в коробки, еще не понимаешь, а только встал туда и все. Это армия просто, которая движется. И это важно, это круто. И в этом году мы пойдем с сыном обязательно туда. Потому что человек тоже интересуется очень историей нашей семьи. И я думаю, ему тоже должно быть это интересно. Передаем слове Маше. Прекрасно. У нас сегодня пришла к нам в студию сразу с двумя портретами. Расскажи, кто это. Здравствуйте. Для начала расскажу про Гетманцева Владимира Ивановича. Это мой дедушка. Сейчас покажу вот такую цветную фотографию. Вот таким уже я его помню. Добрый всегда. Такой как бы именно дедушка. Добрый, отзывчивый. Всегда поможет, подскажет. Именно дедушка учил нас любить именно патриотизм. Любить именно солдат. Именно с ним мы ходили на Маев курган. Когда он нам рассказывал всегда, что не нужно бояться трудностей. Нужно смотреть им в лицо. Дедушка всегда тепло отзывался о товарищах, которые были с ним вместе на фронте. И даже когда в его глазах иногда проблескивали слезы, видно было, что он с гордостью об этом говорил. И всегда чувствовалось то, что он хочет, чтобы мы как-то тоже придавали значимость этому событию. И вот поэтому вот этот полк, который движется, толпа народа, очень много людей, очень много вот этих образов, которые мы несем. Мы даем возможность жить ветеранам, которых уже, к сожалению, многих нету. Но мы даем возможность этим полком двигаться им и жить, показать, что они живы. Они в наших сердцах, в памяти многих волгоградцев и также жителей других городов, конечно, тоже показываем значимость этого мероприятия и значимость победы. Маша, вы принимаете участие всей семьей вместе? Да, мы первый год... Насколько это важно, приучать подрастающее поколение к таким акциям? Первый год, знаете, мы пошли вдвоем с сыном. В прошлом году к нам присоединился и супруг, потому что ребенок, когда пришел и сказал, что ему понравилось нести дедушек, он сам вынес знамя, он нес и флаг, и портрет дедушки, но он нес сам всю дорогу, не уставая, мы предлагали поменяться там что-то или там, чтобы отдохнул. Нет, он всю дорогу сам пронес. И супруг, конечно, пожалел, что в первый раз с нами не попал, не пошел, потому что столько эмоций, сколько было у ребенка, конечно, передать было трудно. Но достаточно значимо для каждого из нас, потому что в семье каждого и у спруга у меня есть ветераны. И хочется, чтобы они все-таки понимали, что мы про них помним, что мы очень гордимся их подвигом. Расскажите нам, как вы узнали про акцию «Бессмертный полк», с какого года присоединились и почему решили принимать участие? Я участвую в «Бессмертном полку» уже несколько лет подряд, так как у меня дедушка – участник Великой Отечественной войны. Красноармеец. Прошел всю войну от порога своего дома до Берлина и вернулся. Вернулся живым. Награжден двумя орденами Красной Звезды и множеством медалей. Моя бабушка, Амралеева Кинджихан, труженица тыла, мать-героиня. Она сыграла огромную роль в моей жизни и недавно покинула этот свет. Так как я уже сказала, что участвую в «Бессмертном полку» уже несколько лет, благодаря этой акции мы будем помнить, знать и чтить память о наших ветеранов. Я думаю, эти слова будут здесь уместны. Лишь тот народ чего-нибудь стоит, если помнит и знает историю своего Отечества. Насчет акции «Бессмертного полка», на мой взгляд, это необходимая акция, потому что, во-первых, это хороший пример для подрастающего поколения, молодого поколения, чтобы они знали цену победы, для того, чтобы знали свою историю и почитали тех людей, которые совершили такой героический подвиг. Также присоединюсь к словам, что это единение народа. Это тот момент, когда мы все понимаем, что у нас одна история, одна страна, мы один-единственный, единый народ. И я тоже буду и в этом году принимать участие в акции «Бессмертный полк». У меня тоже есть прадед Макаренко Иван Яковлевич, тоже участник боевых действий. Служил на фронте на Кавказе, прошел войну, получил серьезные ранения. Он рассказывал про войну, но он не любил про это говорить. Я лично с ним, к сожалению, не знакома, но моя мама, его внучка, часто у него расспрашивала о событиях тех страшных лет, но он не любил об этом говорить. Он лишь говорил, что было очень много нелепых смертей, огромное количество погибших людей, и, в принципе, больше он ничего не говорил. Он служил на Кавказе, и из приятных воспоминаний, он рассказывал лишь о том, как мирные жители помогали русским солдатам, кормили, аптсировали, и, в принципе, все, что мы знаем из его слов о войне. Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну, главная задача акции «Бессмертный полк». Принять участие в ней могут люди совершенно разных возрастов. И сегодня на студии присутствуют совсем маленькие участники акции. Я хочу передать им слово, Василиса, Георгий и Полина. Василиса, расскажи, ты помнишь свою первую акцию, как это было, и что за портрет у тебя в руках? У меня портрет своего прадедушки, Мельникова Александра Прокофьевича. Должны вы помнить своих дедушек и бабушек? Мы пришли, принесли два портрета. То есть Василиса – это прадедушки, мои дедушки. Мельников Александр Прокофьевич, который, урожденный города Царицыно, он служил машинистом паровоза, он возил боеприпасы раненых, имеет очень много наград. Это медаль за отвагу, медаль за победу над Германией, медаль за победу в Сталинградской битве, медаль Орден Красного Знамени. И еще он имел благодарственное письмо за выполнение ответственного задания за подписью командующего фронтом Ворошиловым. Но, к сожалению, про задание он нам не рассказывал, потому что задание было засекречено. Второй дедушка, Мурашкин Александр Иванович, он служил на аэродроме. Также он дошел до Берлина и после Великой Отечественной войны восстанавливал колхоз в Красной Слободе, в село Масловка. Воспитал троих сыновей, был очень ответственным, очень мужественным и очень справедливым человеком. Эта акция, конечно же, является очень значимым для нашей молодежи, так как для таких совсем подрастающего поколения, потому что, конечно, сейчас они очень мало про это знают. И хотелось бы, чтобы они были такими же, похожими на своих прадедушек, и чтобы они, конечно же, знали про них. Здравствуйте. Мой прадедушка Сучков Константин Федорович. С 1912 года, с 1941 года был призван в стрелковую роту. Через три месяца был ранен, лечился в госпитале 11 месяцев. Ранение было, снарядом было оторвано полстопы. После выхода из госпиталя он работал на водокачке на станции Иловля. За большое усердие был награжден Орденом Красного Трудового Знамени. Еще медалью за первое место на хозяйственной выставке и медаль за окончание войны, за мужество, отвагу и храбрость. Георгий, тебе слово. К сожалению, у меня сегодня нету портрета, точнее, двух портретов своих дедушек. Но я вам расскажу только про одного. Это Дмитриев Иван Григорьевич. Он родился в 1907 году, а попал на фронт, когда ему было 35 лет. Георгий, ты гордишься, что у тебя был такой дедушка? Я очень сильно горжусь. Но, к сожалению, его в третьем бою ранили в ногу очень сильно, и поэтому ему пришлось удалить ее. Но было три операции основных. Ты сам принимал участие в акции «Бессмертный полк»? Да, я принял МАУ, по-моему, в 2016 году. Или в 2017. Вот. И, честно говоря, меня очень удивила толпа людей. Да и вообще я не ожидал, что будет так много народу. Я думаю, в этом заслуга организаторов и кураторов акции «Бессмертный полк». Я хочу сейчас опять обратиться к Наталье. Наталья, как вы думаете, сколько просуществует акция «Бессмертный полк»? На самом деле, акция стала уже народной традицией, и поэтому количество участников с каждым годом растет. Но самая главная цель акции, самая главная задача – это сохранение личной семейной истории. И на акцию мы, конечно, призываем, чтобы выходили только добровольно, без всякого принуждения. И основными формами воплощения данной акции стало не только шествие 9 мая, но также и народная летопись на сайте мойполк.ру. На сегодняшний момент в этой летописи уже записано более 410 тысяч семейных историй. И многие из нас знают о той страшной войне именно из рассказов наших бабушек, дедушек, прадедушек, которые были в те годы совсем молодыми людьми, многие были даже детьми. То есть кто-то пережил настоящую войну, кто-то пережил голод, бомбежки, эвакуацию. И именно эти истории могут в ближайшее время просто исчезнуть. Поэтому очень важно, чтобы все по возможности смогли эти истории записать для последующих поколений и сохранить эту историю. Тем самым вы сможете почтить не только память, но и передать эту информацию для последующих поколений. Потому что существует такая фраза, выражение, что солдат умирает дважды. Первый раз, когда он погибает в бою, и второй раз, когда о нем исчезает память. Поэтому мы рекомендуем всем заходить на сайт мойполк.ру, регистрировать истории своих родственников. И эту информацию можно пополнять, туда добавлять различные фотографии, истории их наград, какую-то информацию о жизненном пути и так далее. Кроме того, на этом же сайте есть информация о том, как можно вести поиски пропавших без вести. Так называемая инструкция. И для тех людей, которые впервые планируют принять участие в акции «Бессмертный полк» в этом году, есть список фирм, которые занимаются изготовлением штендеров. То есть строгих требований к изготовлению штендеров нет. Можно изготовить их самостоятельно. Можно обратиться в любую из фирм, которые изготовят их по каким-то предложенным образцам, подпишут правильно и сделают ручку-держатель, чтобы было удобно нести ее во время шествия. Получается, историю можно добавлять не только в видео ветерана, но если, допустим, его уже нет, то можно самим вспомнить по воспоминаниям. Конечно, да, добавляют именно истории по рассказам этих ветеранов, потому что сейчас еще ветеранов на самом деле осталось очень-очень мало, потому что настоящих ветеранов им сейчас более 90 лет. Это просто единицы. А в этом году сбор когда будет? В этом году шествие также начнется от дома Павлова со стороны площади Ленина начало движения колонны в 12 часов. По опыту прошлого года колонна двигалась более 2,5 часов. А планируется ли, возможно, какое-то изменение не то, чтобы маршрут, а может быть в завершение сделать какой-то концерт или митинг, или все так останется в таком формате? В настоящий момент все останется именно в этом формате. У нас есть уникальный памятник Мамаев Курган, и, естественно, он не предполагает проводить каких-то там на финальной точке каких-то концертов. Смысл акции именно пройти победным парадным строем бессмертного полка с портретами своих родственников. А в этот день на самом деле очень много концертов, и вечером будет салют праздничный, и поэтому все праздничные мероприятия можно будет посетить. Все желающие после шествия смогут посетить все остальные праздничные мероприятия. Я хочу сказать спасибо организаторам, спасибо вот за то, что этот полк вообще появился у нас в городе. Вот спасибо вам большое. Спасибо от дедушек, от прадедушек, от нас, а я и лично от нас, потому что это очень большое дело. Без вас бы, наверное, его и не было бы получается. Спасибо. Мы не организаторы, мы координаторы, потому что на самом деле все желающие могут принять в этом участие, и никто никого не организовывает так. Мы просто координируем это движение. Ну, в любом случае, спасибо вам за то, что мы знаем об этом проекте, и спасибо вам, что мы прийдем. Спасибо вам, что вы принимаете участие. Спасибо. Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. Еще раз напоминаем, что для желающих принять участие в акции «Бессмертный полк» в этом году нужно будет прийти к 12 часам к панораме Сталинградской битвы. Наденьте ваши ордена Герой Мурманска и Бреста И в майский день страной советской Опять становится страна Отчизны доблестных солдат Сплотило братство фронтовое Греми, салют, орудия к бою Непокоренный Сталинград Бессмертный полк шеренги в ряд Как и в далеком сорок пятом Идут советские солдаты Планета, принимай парад Май по Москве Май по Москве течет рекой И минск весною дышит мирной Бессмертный полк непобедимый И каждый в том полку Герой Пробилось раннее листво Укрыв смоленские землянки Когда-то здесь пылали танки В кумач окрасилась трава Заплачет небо над небой Дождь метроном в слезах блокада Несломленного Ленинграда Он призван охранять покой Бессмертный полк шеренги в ряд Как и в далеком сорок пятом Идут советские солдаты Планета, принимай парад Вдруг репродуктор затрещит Селявший веру непрестанно Знакомый голос Левитана Нам о победе сообщит Единый народ, одна страна В цветах георгиевской ленты На вечно ставшие легенды Войны далекой имена Остались в памяти они Непобедимые, живые Новороссийский Керчь и Киев Не гасят вечные огни Бессмертный полк шеренги в ряд Как и в далеком сорок пятом Идут советские солдаты Планета, принимай парад Пусть и сейчас глядят на вас Глазами полными надежды Варшава, Вена с Будапештом Звучит повсюду русский вальс Субтитры создавал DimaTorzok Бессмертный полк шеренги в ряд Одесса, Тула, Севастополь Идут спасители Европы Планета, принимай парад И боевой, и трудовой Не задушить победы пламя Бессмертный полк на веки с нами И каждый в том полу Керой Бессмертный полк на веки с нами Добро пожаловать в Керой